Доброго утра! В 8 часов почти у нас. Завариваю сейчас чай и кофе пить не буду, потому что нет молока. Так что подожду, сейчас чай заварится и лучше пить буду чай. Достала хочу все-таки зеленый с жасмином. Не знаю как моя семья к этому отнесется, но хочу такой чай. Вчера я все-таки составила себе такой небольшой список напоминалку на сегодня, поэтому и пишу прям что купить. Вот и Сержуне сейчас отправлю вот этот вот списочек, он все купит. Завтра весна. Заметно? Вообще, да? Градусники у нас сегодня ноль, по-моему. Оказывает. Или минус один, но в общем немного. Так, чай зелененький, малиновое варенье. Чего-то захотелось. И с хлебом и с маслом буду есть. Очень пипец. Блин, завтрак, конечно, чемпиона. Так, ну что, Олимпиада закончилась. Теперь утром время выборов. Здесь дебаты идут. Все кандидаты в президенты. Так что буду слушать. Так, доставали-доставали утку. Ну, вернее, Сержуне вчера доставал, а оказалась курица. Так что сегодня будет борщ из курицы. С галушками, надеюсь. Если Сержуне сейчас кефир привезет. Так, к нашей покупке продуктов. Две груши. Не знаю, какие они явно не русские. Ну да, явно не русские. Вот. Что еще? Сметана просто квашена. Говаривает само собой. Так, сметана. В общем, два кефира. Одно молоко. Что еще? Еще одно молоко. Потому что одного пакета нам мало. Морковки 4 килограмма. Тут она, конечно, такая убей человека называется, да? И хлеб. Вот этот вот хлеб, который половинка черного, нам очень-очень понравился. Вот. И такой хлеб обычный. В общем, все. Сейчас будем готовить борщ с галушками. Правда, ты знаешь, что ты достал? Что? Курицу, а не утку. Я же приготовила тесто. В общем, для того, чтобы сделать борщ с галушками, нужно начать с теста. Здесь два яйца, кефир, все это на глаз, мука, соль. Обязательно хорошо посолить. И сода. Вот. Сейчас все это накрою чистым полотенцем. И это все отдохнет, постоит, пока сварится основной борщик. Вот. А здесь уже курочка доваривается. Так что скоро я будем доставлять, доставать, процеживать бульон и готовить борщ. Все резать без зажарки, естественно. Борщ я уже сварила. Вот он уже настаивается. А здесь у меня вода для того, чтобы выварить галушки. Сами галушки я уже раз руками прям вот так вот делала. Такие лепешечки, где нужно поразрезала. И сейчас все это лежит. Буду варить по очереди. Ну, там, по две, по три штучки бросать, потому что кастрюля большая. И как переворачивать, так как внутри бывает не проваривается. Поэтому не как только расплыли, а еще минут пять, наверное, поварить. Вот. И потом уже все разрезать на такие кусочки, как получится, называется. Григорий обедает. Гриша! Ну, как тебе борщ? Нормально. Вкусный? Да. Ты галушки пробовал? Нет. Ну, все. Давай докушивай, умываться, чистить зубы, а я тогда пока поел. Гриш, я первый раз такое вижу. Чтобы так человек не хотел в школу. Все хотят, а ты не хочешь. Гриша, ну, разве такое может быть? Мама может. Ты смеется спой. Иду прогревать машину. У нас тут все капает, все тает. В общем, все, зима закончилась. Сегодня последний день. Буду сейчас машину прогревать. Я повезу Гришку. Все. А еще сегодня такой дождь был. Прям вообще такое лупило. Сейчас-то просто с крыш капает. Гриша, давай, поехали. Гришуля, время же уже. Знаешь, сколько сейчас время? 12.05 уже, Гриш. Уже 12.05. Ну и что? Ага, ну и что, пошли. Все, давай, сынок, возле музыкалки. Сегодня у нас танцы. Пока. Пока, зайка. Где мой сын? Пока. Так, я сейчас заехала в этот вот магазин. У нас танец Элегия. Слушайте, там как в музее. Столько красоты вообще так. В общем, что купила? Это для фотосессии себе купила. Мне кажется, очень даже симпатичные. Будет красиво на фотографиях смотреться как раз с 8 марта скоро. Вот такая вот будет для фотосессии. Буду сюда ставить пряники. Вот, мне кажется, здорово. Как вам нравится? 220 рублей вот эта штучка. Мне очень нравится. И это подарок Марго. У нее в пятницу день рождения. В этом же магазине купила. В прошлом году у нас была машина. В этом году вот такая вот кукла на мопеде. Здоровская, да? Посмотрите, мне уже не терпится. Уже поставила пряник в эту подставку. Мне кажется, уже весна завтра. Обалдеть, как здорово. Вот, сейчас уберу здесь все после галушек и сфотографирую обязательно. Обязательно. Мне кажется, очень красиво будет. Вот, так что вот такую красоту. Скоро в Инстаграм. Видите, так, цена вот этой штуки. Я не помню, я говорила, 220 рублей. Мне кажется, очень даже недорого, но смотрится красиво очень. Я, в общем-то, занялась уже пряниками. Это будут топперы для торта. Все размеры заказывали. Ну, то есть, сама мама мне все заговорила, какие размеры, чего делать. Это шарики. И здесь будет мальчик, зайчик и единичка 15 сантиметров. Я все это сушила сегодня в сушилке. Очень удобно. Вообще, я жалею, что раньше я сушила в духовке, а не в сушилке. Супер. Время я не засекаю. Смотрю, чтобы корочка взялась. Вот здесь вот уже почти на вот этом вот точно взялась. То есть, он становится более матовый. Он блестит, но не как зеркало. То есть, вот этот я ложила крайний позже всего. И он еще блестит как зеркало. А вот этот вот уже подсох. То есть, мы сушим, что в духовке, что в сушилке, только лишь верхушку. Самый верхний слой. Внутри еще айсинг сырой. Если вообще прям ткнуть пальцем, то он проткнется. Ну, все. Уже зима совсем нас покинула. Все тает. И я сейчас за Антохой на танцы еду. Здесь уже во дворе, где машины, так вообще нету снега. Так вот, кашка осталась, малашка. Антохи на речке. Давай учить уже, старости. Ну, конечно, будем учить. Никогда. Это к празднику 8 марта? Да, да. А, классный. Все. Мама, слетай. Да. Я уже это заметила, сына. И вы там построили снеговика? Пошли посмотрим. Я уже смотрел. Ты уже смотрел? Мам. Оу. А что? Ммм. А как улетаем все прямо куда? Домой, а я ж на собрание поеду. Ух ты, это такая оранжевая трубочка, как нос. Да. Прикольно. Стоп. Стоп. И голова отпала. Ну все, пошли. Я опять в садике. Сейчас у нас собрание. У меня собрание у Антошки по поводу выпускного. Я так думаю. Сейчас пойду послушаю, что там будем решать. Так, я уже дома. Вообще-то уже батарея просто села на телефоне. И я сейчас уже доделываю троллей почти час ночи без пятнадцати. Включила себе тут Дом-2, потому что в это время вообще ничего не развлекает. Вот. Делаю тролли Маргосин торт. Завтра их дораспишу кисточкой. Блин, себе накрасила тушь, и тут все отпечатывается. Вот. В пятницу нам на день рождения на чердак, потому что особо там для детей дома нет места, поэтому будут дети на чердаке играть. Вот. Маргосин 5 лет. Юбилей первый. Что еще хотела рассказать про собрание в садике? Вроде бы определились. Будет выпускной у Антошки в стиле радужно. У мальчиков будут брюки, могут быть любыми, рубашки. Главное, чтобы были яркого цвета, желтого, зеленого, красного, любого. А у девочек вот они сейчас там определяются, либо из фатина такие, как пачки радужные. В общем, не знаю. И был телефон выключился у меня. Пока я Гришу на короде возила, включаю дома телефон в группе ватсапе. Я думаю, сейчас у всех эти ватсапы в группе именно про выпускной. Боже, 62 сообщения. Я даже их не стала перечитывать, честно. Ну, это вообще. Вот. Здесь у меня этот мальчик розочкин. Как его зовут, кстати? Вы помните? Я что-то забыла. Платан. Платон. Не помню. Ну, в общем, напишите, если помните. Что-то мы давно троллей-то не смотрели. В общем, он сохнет. Штанишки у него сохнут. А вот тролли. Завтра еще кисточкой все допишу и будет круто. Мне пятерка нравится, на самом деле. Вообще, все нравится. Но на этом коврике, на фоне коврика, ну, вот, в общем, так, что на салфетку не влазит. Поэтому все на силиконовом коврике. Продолжение следует.